итак приветствую всех сегодня у меня интересный подопытный корпус который я очень долго себе выбирал решил сделать себе мощную сборку процессоре xeon это будет 10 ядер 20 потоков как могли уже видеть меня на канале подобные сборки больше всего меня зацепила сборка все таки в белом цвете к сожалению у этого варианта корпуса fractal design pop r нету больше других расцветок кроме черного но в версии от x есть еще более крутая расцветка внутренняя панель либо розовая оранжевая или забыл еще какие-то цвета есть в общем там можно конечно побольше поприкалываться с вариативностью кабелей расцветок то есть можно вообще по вашему вкусу все собрать значит что по этому корпусу значит спереди у нас ставится два вентилятора по 120 миллиметров значит ширина корпуса у нас получается 21 с половиной высота корпуса у нас так вот лучше сделаем высота у нас где-то 39 вот наверх можно поставить либо 120 миллиметров либо 140 миллиметров вентилятор к сожалению там любители воды какой-то водного охлаждения не смогут сюда большую водянку установить здесь ограничено наверное водянка но где-то 28 то есть край вентилятора будет упираться еще в эту стенку верхнюю и там не совсем получится здесь у нас что 2 usb порта отсутствующие usb-c типа надо докупать отдельно но я не стал этого делать так как в моей китайской платье хуанан отсутствует тупо порт куда можно подключить будет этот разъем микрофон наушники управление rgb вентиляторами и кнопка подсветки в цвет изменяемый вентиляторами далее в кадрах это все увидите так все на барашках барашки не вываливаются затянуто будьте на те брать китайцами крышка средняя по качеству то есть металл не совсем чтобы тонкий но и не фольга знаете тут нормально достаточно чуть-чуть его перегибает но сами понимаете задняя крышка вот не понимаю зачем это толщина металла который будет лишний раз утяжелять этот корпус на достаточно я так скажу и больше не надо что вы здесь имею значит блок питания какой мы можем сюда установить здесь у нас до корзины жесткими дисками примерно 20 сантиметров получится не надо царапать вот так вот 20 сантиметров верхняя корзина у нас еще присутствует под второй диск помимо вот этой нижней и чтобы установить блок питания ее нужно снять и соответственно поставить чтобы блок питания нужно снять корзину для ssd вот это вот в принципе в западных обзорщиков были более конечно крутые обзоры все это снято прямо с графиками с температурами ну на уровне канала где там по 100 по 200 тысяч подписчиков тут конечно ребята делают контент вот я снимаю как обычный обыватель так что мне нравится вот эти вот липучки с фирменными надписями фрактал значит последовательное подключение вертушек то супер это супер плюс минус значит они будут крутиться на максимальных оборотах от материнской платы текстуру хочу вам показать что хотел бы добавить значит здесь все выполнено на барашках что очень приятно они никуда не потеряются вот и допустим снял корзину на которую крепится диски формата два с половиной дюйма или ssd и тут барашек он никуда не потеряется не надо там бежать за отверткой все руками откручивается удобно вот стекло конечно да не могли бы сделать на петле вот это конечно косяк ну ладно то есть приходится его куда-то снимать куда-то убирать вот это конечно за такие деньги могли бы и сделать на петлях значит вот это вот транспортировочная пленка сто процентов снимается и наверное она здесь не должна быть но как дополнительный демпфер пускай она присутствует далее барашки здесь то есть выламывать ничего не нужно сразу под плату м от x присутствуют крепежные посадочные места завальцовка краев прекрасно просто нигде нету места это вот везде трогают где можно было бы как-то порезаться как-то зацепиться то есть покраска прекрасно у нас тут есть пакетик с болтиками хомутами виброгасителями для жестких дисков больших такого формат 35 ну что ребята корпус очень даже крутой и красивые сейчас будем пересобирать вот из этой вот вакханалии всей которая в старом корпусе работает она к сожалению только так потому что нет никакой вытяжки и в перевернутом состоянии кстати температуры вообще идеальная и ко мне тут пришла мысль а почему не делают отдельно видеокарту кверх ногами блок питания внизу карта вверху и вытяжку прямо вот где-нибудь на уровне карты здесь ну вот ставить вентилятор вообще это не знаю можно реально добиться понижение температуры и отвода полностью горячего воздуха из от видеокарты который поднимается вверх я не догоняю вот этот принцип вот этого корпуса корпуса то есть видеокарта встает вот здесь теплый воздух нагнетается в полностью во весь корпус и через всю элементную базу то есть через процессор оперативную память зону верим все это вот этими вентиляторами должно выдуваться вот сюда зачем нагревать вот эти скажите элементы можно перевернуть видеокарту вообще как-нибудь наверх и весь жар будет засасываться воздух кстати да засасываться воздух будет сверху холодной видеокарту и выдуваться как-нибудь там не знаю вот здесь вот сделать вот производители по-моему до этого не додумались а вот она гениально простое решение но блин она работает ладно все хватит трындеть будем собирать корпус и хочу сказать вот об этой замечательной корзине и о комплектации fractal design то есть поставляется с дополнительными вот с этими виброгасителями корзина посмотрите насколько удобно и качественно все сделано цвет немного плохое просто берем эту мягкую резину она кстати очень хорошего качества как у микки мауса продеваем в отверстие легким движением либо вверх либо вниз вставляем его и все и больше ничего не надо в комплекте идут с хомутами то все и прикручиваем еще дополнительно вот такими вот удлиненными болтиками да наверное самый крутой корпус который у меня был настолько все качественно и приятно и удобно не вызывать никаких трудностей еще при сборке и это еще потом сейчас увидите будет мега красиво установила жесткий диск наверх а сюда вниз установил ssd корзины и еще сюда парочка так я закончил завершил сборку у меня получился очень классный rgb кулер который был вместе с радиатором процессора он тоже очень гармоничный четко вписался в эту сборку спереди у нас значит панель из сетки здесь такой секретный кейс как его все видео называют для каких-то мелочей или флешек сюда даже при возможно если и желание можно установить дивидером правда не знаю кому он еще нужен в 20 каком-то там году но фишка прикольно что еще есть кнопка которая меняет подсветку давайте попробуем вау зеленая желтая просто белая просто кайф камера даже не передает насколько круто это все переливается и смотрится мне прям по кайфу шум конечно от него все-таки есть но при нагрузке в игре без него к сожалению никак без шума потому что видеокарты очень сильно греется более монитор у меня 4к там вообще на всю катушку шпарит даже если в 2к включать вот собственно еще покажу сзади полевой фильтр у него довольно таки удобно вытаскивается такой мелкой текст сеточка мелкая мелкая такая пыль будет задерживать хорошо но у меня блок довольно таки умный если можно так выразиться и вентилятор включается только нагрузки потом ставлю вот еще распечатал из пакетика пылевой фильтр я не знаю какую он вообще задерживает по идее если вентиляторы на выдав оттуда ставятся ну да ладно все называют пылевой фильтр ответ на самый главный вопрос может ли такой маленький корпус держать температура вот сейчас у меня где-то на балконе 24 градуса но я еще проветриваю плюс на улице где-то минус 5 минус 7 наверное еще благоприятные такие условия то что передние два вентилятора задувает от окна холодный воздух конечно сюда да это тоже можно учесть но до этого он у меня работал полчаса и пришлось там тест прервать видео не получилось и перезаписать вот оставил побольше где-то на время 13 минут чтобы посмотреть температуры значит у меня зион 2666 в 3 обдув у меня получается горизонтальной чтобы хотя бы зону в р.м. немножко задевала зд4 хуанал у меня плата вот без активного охлаждения зона в р.м. ну мне не нравится эти два маленьких вентилятора поэтому выбираю такие платы gtx 1070 версия стрикс вот asus значит смотрим на температуры что у нас так господи сколько всяких датчиков так значит температура cpu 52 градуса вообще отличный показатель температура gpu господи сколько всякой срани так вот шестьдесят семь градусов hotspot там 80 этот не знаю чипы памяти может или чуть непонятно значит вот фурм марк то есть 68 извиняюсь не показываю так что еще посмотреть цпу за это к сожалению памяти у меня пока 8 гигов на канальном режиме это очень мало я знаю доберем потом до 4 каналов 32 гига вот поэтому по корпусу хочу сказать следующее для меня немного шумно как работают эти вентиляторы еще не совсем знаю правильно ли от одного клейма ну как бы от одного выхода цпу фан подключать все три вентилятора не вызывает ли это большой нагрузки в материнке там ну конечно подскажите если знаете по моему так можно делать потому что они последовательно вот эти три вертушки подключаются вот для себя я буду понижать наверное их резисторами еще у меня заказано с китая потому что очень дешевле там 4 и 3 пиновая вот наверное все таки на процентов 20-30 еще пониже обороты чтобы вообще потише было вот и в принципе на этом видео можно заканчивать еще покажу один лайфхак как можно использовать полезно это пространство то есть можно вытащить сюда sata кабеля и кабель питания и на горячую быстренько передергивать какие-то диски это не то что о чем подумали а именно быстрое переключение дисков так чтобы не открывать не отодвигать там задние крышки болты там не трогать хотя все на барашках сделано очень приятно и так с с открытой крышкой конечно будет все лучше все будет еще лучше продуваться здесь чуть теплый воздух дует от видяхи там вот теплый воздух выходит поэтому корпус очень удачный вот приятный момент наконец-то я все доделал снимем эту пленочку такая красота получилась всем спасибо за просмотр если было полезно видео хоть как-то подписывайтесь на канал ставьте лайк не судите строго мой пользовательский такой опыт поэтому как умею так и делаю всем пока значит еще добавлю по поводу смены расцветки значит просто переключением кнопки переключаются цвета статичные цвета как я понял разобрался есть здесь все таки но в основном все с такими интересными переливами значит переключается долгим нажатием на кнопку режим вот допустим включился режим синий это статичный дальнейшем нажатием переключаются еще какие-то режимы долгим нажатием она выключается еще все как-то по несколько секунд держишь и переключает режим там в инструкции все написано мне просто тупо лень читать и вот статичный режим желтый так конечно камера не передает совсем вот статичный режим белый белый камера с ума сходит так просто такой бирюзовый голубой синий и пошли переливы какие-то постепенные постепенно она меняется на розовый на желтый вот такой режим тоже довольно таки интересный вот но это не из инструкции конечно просто сами там выберите уже как себе надо это даже будет интересно поиграться с различными режимами к сожалению у меня тут час очень тесно на столе поэтому придется такую красоту все-таки ставить на пол вообще в будущем на этой неделе сделаю здесь полку такую и поставлю его сюда над монитором главное полку устойчиво сделать чтобы все это не палась вниз ладно вроде бы можно ставить точку в этом вопросе там корпусе приобретением очень доволен единственное что за что жирный большой минус это то что дверца не на петлях то есть постоянно хочется что-то открыть посмотреть но видимо придется эту привычку себя убирать пальчиками не надо трогать зону вероем теперь она довольно таки хорошо охлаждается все всем пока